Перевозчик готов инвестировать в развитие новых воздушных маршрутов, как внутри Кубани, так и с другими регионами России. Для нас очень важно и принципиальное расширение авиаперевозок, пассажирских, в частности, перевозок из других регионов России в Краснодар, из Краснодара тоже в другие регионы России, без всяких дополнительных перелетов напрямую в Краснодар, в Сочи, в Биржик, в Анапу. Это немаловажное значение и внутренние наши перевозки, которые были в советское время, в том числе, я знаю, вы планируете возобновить сообщение Краснодар-Ейск. Для нас это очень важно, потому что Азовская побережье тоже комфортное для отдыхающих и жителей Краснодара, и поэтому возможность туда долететь, конечно, очень само по себе вызывает наше приветствие и желание максимально вам там помочь. Мы тоже ждем открытия Ейска, потому что мы до его закрытия были той компанией, которая летала из Ейска в Москву, и люди очень активно пользовались, причем очень большой спрос даже с наших северных регионов, очень большое количество трансферных пассажиров летало через наш московский хаб. До 2011 года военный аэропорт Ейска принимал гражданские самолеты, но из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы пассажирское авиасообщение было приостановлено. У ЮТЕР уже есть опыт воздушных перевозок внутри региона. За пять месяцев прошлого года маршрутом Краснодар-Сочи воспользовались 40 тысяч человек. Транспортная доступность, авиационная доступность является стимулами для туристической отрасли, в первую очередь, ну и, конечно, стимулом для бизнеса, для развития экономики. Поэтому здесь надо просто вам быть первыми. Надо ворваться сегодня в эту нишу, и пока она не занята, я просто занять. Не имея сегодня своего регионального авиаперевозчика, мы готовы с вами пойти на партнерские отношения и считать вас своими. Авиакомпания ЮТЕР – одна из немногих, у кого есть собственный летный отряд в Краснодаре. Для Кубани это стратегический партнер. Особые слова, знаете, благодарности за ваше мощное плечо, которое вы подставили жителям нашего края четыре года назад, когда закрыли авиалинии Кубани. То есть вы приняли на работу людей. Также на встрече обсудили возможность вертолетных перевозок внутри Краснодарского края в труднодоступные места. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.